Здравствуйте, дорогие друзья, любители живописи! Сегодня мы начинаем курс «Метафорический натюрморт». Чем будет хорош этот курс для нас и для вас? Тем, что мы начнем учиться мыслить. Не будем просто делать красивый реализм ради того, чтобы любоваться глазами, а все-таки будем составлять предметы в картине, которые дадут пищу для ума. И для того, чтобы научиться мыслить так, вы пробуйте идти за нами, как мы будем преподавать. Но в то же время я бы хотела, чтобы вы рядом с собой держали свой натюрмортный фонд и рядом с собой держали листок с карандашом, чтобы писать некие постулаты, правила этого действия и, возможно, какие-то свои интуитивные прозрения относительно наших. Допустим, мы говорим какое-то правило примерно, которое мы поняли. Вы это правило записываете, но своим языком. И даже после того, как мы порисовали, будет домашнее задание чуть-чуть написать какое-то маленькое эссе по поводу, что вы услышали и что вы запомнили. И каким образом вам эти знания пригодятся в вашей режиссуре будущих работ. Вы же будете режиссером, интеллектуалом и интуитивщиком. Потому что все, что у нас сегодня начинается, какое действие, это будет эксперимент. Эксперимент в сторону современного искусства. Мы очень многое уже знаем с вами, но теперь будем вот такой микс делать. Микс интереса для самих себя, чтобы не было скучно в холсте, чтобы происходило то, что мы захотим сказать людям, мира. Ну, живописным языком. У нас сегодня с вами логика притяжения предметов. Я вам парочку работ покажу своих и парочку работ покажу старых мастеров, там где ничего не прибавить, ничего не убавить. Логика притяжения предметов – это семья. Допустим, в кастрюльках главный герой, да, вот такая вот старинной какой-то фарфоровой посуды, да, а к ней пошла уже эта тарелка, уже этот предмет, этот предмет. И получился вот такой микс – ничего не убрать, ничего не добавить. И все это для вот этой девушки, которая живет в этом поместье и пользуется этими предметами, как одушевленными, понимаете? И вот логика притяжения предметов здесь крутится по кругу и заворачивается в квадрат. Поэтому возле этой работы спокойно, возле этой работы можно медитативно ходить от предмета к предмету, и возле этой работы можно отдыхать, потому что это территория тихой живописи, да. Сейчас я вам покажу еще одну работу, которая чуть-чуть другая, вот, но она тоже может служить примером логики притяжения предметов. Это последняя работа, которая осталась из проекта «Кокорико», там где мы посвятили блок работы «Кокошанель», вот, вот тут ее старинные фотографии вписаны, как бы в морское побережье, и что с ней могло происходить, или с ними, с ее друзьями, на морском побережье, когда вот она придумала вот эти новые наряды, и какие предметы могли их окружать. Ну вот эти вот, конечно, синие бутылки, и тут же палатки, в которых они переодевались, в эти костюмы пляжные, и тут же самокаты, на которых они катались, черно-белые фотографии, какие-то кусочки парусов, они ходили всегда под парусами. То есть это не натюрморт, это композиция с пейзажем, и с перечеркиванием предметов какими-то архитектурными пляжными формами, какими-то фотографиями. То есть мы тоже с вами будем такое делать. Мы имеем право навьючить на натюрморт кусок пейзажа, профиль человека, допустим, какую-то архитектурную форму, если позволит движение мыслей. Если движение мыслей нашей скажет, зачеркиваем предмет, у нас сегодня предмет с вами главный будет яблоко. У нас с вами яблоко сегодня будет. Это живой предмет, да? И мы этому яблоку посвятим все остальное, что мы будем к нему подставлять, все остальные предметы. Допустим, смотрим, вот это подходит к яблочку? Не очень, не очень, она кофейная, да? Я вот целую кучу принесла этих, своего натюрмортного фонда, я надеюсь, что у вас тоже. Вот это подходит, а это подходит. Помните, блюдце наливное яблочко, и крутится по кругу яблочка, и поддерживается оно шар, тарелочка, круг, да? Подходит, интеллектуально подходит, да? И как бы и философски, что яблочки все-таки растут где-то в дворянском саду, там, где их собирают, фаянс, фарфор, все фамильное. А вот это, допустим, штучка, я думаю, что не очень подходит под яблоко наше. Мы ее отталкиваем, да? И смотрим, что из натюрмортного фонда может подходить под яблочную территорию, да? Какие еще предметы? Вынимаем, смотрим. Ну, я думаю, что вот один из этих предметов или оба подойдут все-таки. Знаете, когда яблочное варенье, да, запаковывают, возможно, вот этот подойдет предмет. Ну, и серебра тоже надо сюда. И мы хотим сделать вот такой гаммы. Помните, я всегда вам говорила, что надо ставить старого мастера, в данном случае Андрея Рублева, да, ставим. И смотрим, какие цвета он сочинял, чтобы был такой микс очень хороший, неотъемлемого друг от друга красочного слоя, да? Здесь охры в теплых и синие и зеленые в холодных. Вот даже, смотрите, драпировочки. Видите, мы таких цветов принесли? И мы будем примерять все эти драпировочки к нашим яблочкам. Но я думаю, яблочки не будем сильно зеленые делать, а вот как вот эта мантия. И опять смотрим, посмотрите, какие предметики еще могут подойти к нашим яблочкам. Я думаю, что вот эта штучка может подойти. Она интуитивна уже. Самые большие предметы пусть интеллектуально подходят друг к другу, а маленькие уже можно подставлять интуитивно. Главное, чтобы они не были из другой сферы, допустим, из кофейной, или там из пляжной, или из виноградной темы, да? Вот это точно вот или грушевая, или яблочная такая, типа медок какой-то. Смотрим вот это. Вот это нет. Это какая-то молочная, да, тема. Вот, дальше пошли. Смотрим, что у нас еще есть. Натюрмортного фонда у вас всегда должно быть много. Прямо полка огромная, которую вы собираете всю жизнь, и они вам помогают эти предметы. Ну, может, может, этот стаканчик, вот он, может, превзнести что-то в эту яблочную тему. Вот этот может, наверное, нет. Наверное, нет. Вот этот может, нет. Он чайный, не подходит. А вот ножичек, или два ножичка, я думаю, могут. Яблочко разрезать ножиком можно, да? Давайте положим тут рядом, начнем действовать. И я вот, видите, вот, когда я брала эти яблочки, посмотрите, мы когда берем живой предмет, мы его обязательно драпировочкой какой-то, или носками нашими натираем, чтобы он блестел, 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 чтобы он нам показал всю свою красоту. Посмотрите, когда натереть, посмотрите, какой он. Посмотрите, какой красивый плод. И мы тут же берем его, и вот смотрите, как оно еще может нам попозировать. О, в разломе, посмотрите, какой он красивый, в разломе, да, этот фрукт. Вот он. Мы его, вот, будем смотреть, каким образом мы его раскидаем. Подходит. Вот эта штучка. Возможно, подойдет. Мы даже предметы, которые интуитивно чувствуем, что подходит к яблочку. Да мы примеряем, смотрите. Примеряем. Подходит? Подходит. Можем взять, да? И вроде бы она никакой другой тематики ни виноградной, ни молочной, не потянет за собой. Вот так расставляем сначала предметики. Может, бутылку зеленую? Зеленую бутылку хочешь тут принять? Ну, принеси ту, которую ты считаешь нужным. Возможно, зеленая бутылка может выйти. Квадратно. Из фраже. Ну, лучше возьми на свой вкус. Не сильно большую. А ну, давай, давай. Давай, давай посмотрим. Может, это придет. Может, чуть-чуть поменьше еще одну бутылочку, которая напоминает яблочные дела. Там сок яблочный, наливка яблочная. Знаете? Вот. Можем подставлять примерно предметы. И вот эту павел принес. Смотрите, может быть, реально. Вот. Смотрим еще из натюрмортного фонда. Вроде ничего такого больше. Вилка не подходит. Эти фражи не подходят. Все. Спокойненько себе отставляем для будущих свершений. И вот, смотрите, еще хочу показать вам перед началом. Давайте сейчас мы вот это уберем. Поставим. Тот холст, который мы задумали. Я не знаю еще, так будем делать или так. Сейчас посмотрим. И вот давайте. Смотрите, какой хороший шарден, да? То, что мы говорили с вами, да? Почему мы всегда отталкиваемся от шардена, который внимательно подходил к каждому предмету, насыщал эти все фрукты и ягоды соком, да? Вот он подходил как к живым существам, да? И потом все это организовывал в тот момент, который мы сегодня изучаем. Взаимное притяжение предметов. Ни одного стакана не убрать, ни одной гранатки не утянуть, ни одного кусочка винограда не убрать, а вот это что? А это нож, да? И даже здесь смелость какая из разных видов фруктов и ягод он составил такой микс, микс необходимых друг другу фруктов и ягод, да? Это я вот, у меня есть такая работа. Ладно, свои я потом покажу. То же самое, смотрите, брейгель, да? Посмотрите, какая цветовая гамма красивая. Крестьянская свадьба, да? Крестьянский танец называется, работа огромная она. Она полтора на два где-то. Вот. И посмотрите, какое месиво людей, которых просто вот они в движении, но ни одного не убрать. Вот, допустим, даже если эту маленькую девочку убрать, уже все, не будет завершено движение вот это вот, которое они начинают в пляске. Видите? Или, допустим, убрать вот этого вот пьяного, которые руки в стороны, не будет соединения начала движения и заканчивания движения. Композиционный ход. Уже не говоря про вот эту кучу людей, пьющих вино. О, посмотрите, как они друг друга поддерживая, необходимы друг другу. Одного выньте, и пазл выскочит, и все развалится, да? Даже вот буквально какого-то человека вот с желтыми рукавами, если убрать, будет несовершенная куча малак, да? Вот Валера Гончар как действовал по Брейгелю. Наш друг, я вам часто рассказываю про Валеру Гончара, который стилизует каменных рыб. И вот он действовал. Вот эта работа называется «Тайная вечеря». Здесь и птицы, и рыбы, и какие-то животные, и апостолы. Ну, конечно, Иисус. И вот они, их 12. Если их пересчитать, их 12 в том числе. И вот тут вот странного вида птица, и даже крыса участвует. Я думаю, что это этот предал, который Иисуса. Так, ну, конечно, микс, посмотрите, Брейгеля. Необходимо. Уход в перспективу деревьев, ход собак и охотников, ход 18 горизонтов туда, необходимые плоскости катков и вот этой вот реки замерзшей. Все необходимо. Уберите красную собаку, посмотрите, закройте, и будет скучно. Понимаете? Вот оно. Ловим момент необходимости каждого предмета всем остальным. Ну, вот его работа тоже. Крестьянская свадьба. Здесь вот прямо чувствуется, что вы там находитесь. Тоже какой-то пазл убрать, допустим, вот эту девочку, которая на полу хлебушек кушает. Убрать ее, и неоткуда будет начинаться вот этому движению. А движение все стянуто к невесте. Вон она, невеста сидит. Жениха даже не обязательно показывать. Так скажем. Так, Рембрандт. Сфирь, Оман и Апоклепетт. Моя любимая работа. Я возле нее зависла в Пушкинском музее где-то на часа полтора. Там у меня уже бабушки отгоняли. Ну, я стояла просто и записывала правила Рембрандта. И вот эти красные капельки, которые я вам все время преподаю. И как золото писать. Это все я научилась рядом с живой работой Рембрандта. С живой. Еще я очень люблю, конечно, если бы меня когда-то спросили, какую ты работу хочешь дома иметь. Я бы сказала, еврейскую невесту. Вот. Необходимость, переплетение. Она, здесь трое человек, чтобы вы понимали. У нее внутри ребенок. Понимаете? И вот он ее охраняет. Посмотрите как. Одна рука, вторая. Сейчас, извините. Она держится за него в спокойном состоянии выражения лица. А он полон забот и охраны ее. В принципе, так и должно быть. И, конечно, ребенок там внутри прямо вот чувствуется еще присутствие третьего человека. Геннальная его работа. Вот он свою Саскию. Однофигурная композиция. Портрет, профиль. Ну, попробуйте, уберите вот это белое перо. И сразу перестанет портрет быть символичным и монументальным. Понимаете? Или еще что-нибудь убрать. Да? Серегу вот эту если убрать. Не будет композиционного центра. И оживленности вот этой вот ее бархатной кожи по сравнению с железячкой или что-то. Серебро, допустим, да? Кожу, чтобы показать, он дал и серебро, и дал и бархат для того, чтобы показать, что женская кожа самая-самая нежная и самая прекрасная по сравнению с другими материальными ощущениями. Так, сейчас. Вот Эндрю Уайб, мальчик, да? Мальчик, который сидит в одиночестве, убежал из дома и сидит в этой лисей шапке, замерз, в джинсиках. Так, там, это штат Пенсильвания или где там рано, холодно начинается быть. И как вы думаете, он одинокий или нет? Да он не одинокий, несмотря на то, что его мама и папа, допустим, не сильно вылюбили, но вся природа его охраняет. Каждая былинка вот эта вот, каждая травинка является его помощницей и его, ну, как бы, охранницей. И теплая земля, и вот этот ветер. И он сидит как на верхушке земли. Это сильнейшая монументальная работа, да, ну и символичная. Еще и напомню, как нам надо наших детей беречь всех, да. А вот Пикассо себе развеществлял легко и просто. Можно и так поставить работу, можно и так, но, скорее всего, что вот так. И посмотрите, как было бы скучно этой скрипке, если бы не было живых фруктов там, да. Живые фрукты обязательно, они так хорошо, как бы, к человеку ближе вот это развеществление, да. И то, что мы с вами хотим обучаться, что каждый предмет это шар, цилиндр, цилиндр, пол шара, да. Просто самые обычные, ну, предметы геометрические, да. Яблоко было шар, стало полушарие, понимаете. И там внутри то же самое. О, конечно же, ничего не прибавить, ничего не убавить. И можно в этой работе просто остаться и находиться там и счастливеть. И прямо под руками отца, который обнимает блудного сына, почувствовать энергию любви отца к сыну, так. Он прямо этими руками согревает. Это работа в Эрмитаже. Там можно весь Эрмитаж пробежать быстренько, но в зале Рембрандта вы оттуда просто так не уйдете. Вы придете в одном состоянии духа, а уйдете перепомненные, перепомненные его посылом к человечеству. Конечно, гениально. Так, ну что, ну, конечно, врубель, да, вальфирия. Или, не, это шестикрылый серафим. Вот, посмотрите, как здесь все необходимо друг другу, как эти перья, так, и как этот светильник, и как этот кинжал, и корона золотая обвили вокруг человеческого образа, да, обвили такой узор составили необходимый вот этому, ну, как вам сказать, образу человека, о котором много-много можно рассказывать. Да, конечно же, идеальный его портрет жены. После концерта она сидела вот так возле камина, он просто накидал, накидал, накидал вот таких вот мазочков диких, полуграфика, полуживопись, ну, тоже все необходимое. Убрать костер там внутри не будет работать мраморная доска, да, убрать туфельки не будет работать вот этот красный кусочек на переднем плане платья. Да, ну, конечно, все тянется к ее одухотворенному образу Забелла. Забелла, Надежда Забелла Врубель, он влюбился в ее голос сначала, а потом и в нее саму. Очень красиво пела Забелла Врубель. Вот, жена Врубеля. И давайте мы начнем. И, смотрите, я вот всегда хочу какую-то работку, которая сегодня примерно нам попозирует цветом, да, мы всегда хотим, чтобы нам цветом попозировали, поэтому я или личку попрошу или кого-то мне дать кнопку, и я прицеплю вот здесь, и мы будем посматривать на Андрея Рублева, и примерно такой сделаем подмалевочек. И вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. И вот здесь.